Один из социальных офисов организовали в Доме культуры Центрального района. Посмотреть, как идет обслуживание пенсионеров, сюда приехал глава города. Организацией работы пункта выдачи проездных мэр остался недоволен. Есть проблема. Это только начало работы. Мы видим, что ту задачу, которую мы поставили, она решается. И мы все сделали для того, чтобы было удобно нашим пенсионерам. Но мы видим, что очереди есть. И поэтому я сейчас приму меры к тому, чтобы Сочи Автотранс увеличила количество работников, которые будут выписывать эти проездные билеты. И, наверное, будем смотреть, и вплоть до того, что и соцзащита будет увеличивать количество своих работников. А вот сами пенсионеры каких-то неудобств, по крайней мере, в этом пункте не испытывали. Пожилые люди просили главу города передать слова благодарности губернатору края за то, что льготные проездные вернули. Кругом открыты пункты по всем районам, где выдают сразу справки на квартал. В дальнейшем это уже справка не будет нужна. Выдают тут же нам проездные билеты. Все великолепно организовано. Максимум внимания. Пенсионеры пожаловались главе города на поведение водителей автобусов, частных перевозчиков. Многие из них грубят пожилым людям, предъявляющим проездной. Анатолий Пахомов попросил о подобных фактах сообщать на горячую линию администрации города по работе транспорта. По телефону 2-64-26-56. Можно отправлять и СМС-сообщение на номер 8-918-665-2665. Грубиянов пообещал Анатолий Пахомов будут увольнять. А автопредприятия, на которые жалобы будут поступать регулярно, лишат права обслуживать городские маршруты. В первый день на пунктах выдачи проездных было многолюдно. В администрации города успокаивают. Социальные офисы будут работать 5 дней. А те, кто не успел получить проездной до конца месяца, могут обратиться в кассы Сочи автотранса. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.